В эфире новости студио Лельфима. Здравствуйте. О главных событиях к этому часу расскажем в нашем выпуске. Суздали Нива-Шевроле врезалась в карету с туристами. Резонансная авария произошла в городе-музее в эти выходные. По предварительной информации, ДТП случилось на улице Ленина в районе школы номер 2. Водитель Нивы двигался в сторону центра города и наехал на карету с лошадью. Внутри находились 5 человек, в том числе двое детей. Троих взрослых и одного ребенка госпитализировали. Еще один несовершеннолетний лечится дома. Аварией заинтересовалась областная прокуратура. На место выезжал лично прокурор области Владислав Малкин. В настоящее время организована проверка соблюдения правил перевозки людей. Результаты находятся на контроле прокурора Владимирской области. Руководители строительной компании, которые отвечают за капитальный ремонт второго здания гимназии номер 1 в Коврове, обвиняют в срыве сроков контракта. Городская прокуратура начала проверку. В ведомстве установили, что контракт на выполнение работ был заключен в марте 2020 года. Его сумма 245 миллионов рублей. Компания была обязана выполнить капитальный ремонт здания гимназии на проспекте Восточной до 1 июля прошлого года, но в сроки не уложилась. Стоимость неисполненных обязательств составила больше 90 миллионов рублей. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело. Контракт с нарушителем расторгнут. Управление образования ищет нового подрядчика, который завершит строительство. В Владимирскую область приехал второй поезд с вынужденными переселенцами из Донецкой и Луганской народных республик. В основном это жители Мариуполя. Где разместят людей и какая помощь им нужна? Все подробности в нашем материале. На этот раз во Владимир приехали 289 человек. 90 из них дети. Люди, признаются, вырывались из-под обстрелов. Три недели они жили без воды и света. Иногда спасали волонтеры. Приносили гуманитарную помощь. Пищу готовили на улице, на костре. К счастью, главный кошмар остался за плечами. Более трех суток в пути. Сначала по бездорожью на автобусах через Таганрог, потом на поезде. И вот они в безопасности. В Мариуполе очень страшно. И самолетами бомбят. И всей тяжелой техникой, градами. И всем. Мы 1 марта еле выехали. Просто случайностью. В бомбоубежище. В Мариуполе есть такой терраспорт. Туда поступило около 5000 людей. Все спали на полу. Друг около друга. И дети, и взрослые. Было тяжело там. На перроне людей встречали сотрудники. УЧС, полицейские и врачи. Для экстренных случаев на территории вокзала был припаркован реанимобиль. Каждый получит медицинскую и психологическую помощь. Доготовы на 100%. Бригады все укомплектованы тоже по высшему разряду. Помощь. Ну, то есть, соответственно, у кого какие проблемы возникнут вследствие осмотра. Если нужна кому-то какая-то терапия терапевтического характера, то есть, соответственно, окажем ее. Для переселенцев предназначены 9 пунктов временного размещения. Около сотни человек заселены в гостинице Владимира. Остальные на автобусах отправились в Муром, Гороховец, Гусьхрустальный и Киржач. Еще часть переселенцев остановилась в оздоровительных лагерях Олимп и Березка. Глава региона Александр Авдеев пообещал, что каждый из них получит временную регистрацию и помощь в трудоустройстве. У многих просто нет документов. И надо восстановить, получить статус, временный статус какой-то, получить возможность, получить материальную помощь. Так что вот эти вопросы основные за последние два дня. Уже просят трудоустройство, потому что есть силы, есть желание работать и так далее. И будем помогать. У нас и центр занятости на этом настроены, и районные власти. Именно в областном центре теперь проживают 170 человек из ДНР и ЛНР. Всего город готов принять до 500 переселенцев. В ближайшее время дети будут устроены в школы и сады. Многие отправятся на занятия уже на этой неделе. Посмотрим родителей, нужна адаптация, не нужна адаптация, чтобы действительно они были здоровые. Они же общаться будут с другими детишками, чтобы там никого не заражать. Один из открытых вопросов – поиск родственников, которых еще не успели эвакуировать из горячих точек. Уже есть запросы на поиски близких в России. По словам Александра Авдеева, проблему помогут решить областные власти, сотрудники пунктов временного размещения и волонтеры. Для этого будет создана единая база данных. Евгений Павлов и Дмитрий Шаталов. Всего в регионе готовы принять как минимум 1700 вынужденных переселенцев. Созданы все условия, чтобы люди могли жить без страха за своей жизни и жизни своих детей. Военный в отставке Игорь Шубников считает, что Украину необходимо очистить от неонацистских боевиков. Ракетный обстрел Донецка подтверждает правильность поставленных России целей. Запустили эту точку, ракету, которую сбили, но остатки ее все-таки упали. Она наверняка была начинена кассетами. Это такие маленькие взрывающие элементы, которые падают, потом рассыпаются на поражающий элемент очень большого радиуса поражения. И в результате 21 человек погиб. Донецкая милиция и Луганская уже знают пофамильно, кто давал указания по запуску этой ракеты вообще. Поэтому есть надежда, что эта операция закончится тем, что на суд посадят всех тех, которые принесли большую-большую беду. Эксперт регионального отделения Общероссийского народного фронта Игорь Шубников считает особо важной миссией по открытию новых гуманитарных коридоров, чтобы как можно больше людей смогли сохранить свои жизни, найдя спасение в России. Россия уже много людей вывезла с Луганской Донецкой республики к нам на территорию России, спасая от восьмилетней бомбежки. Кормили, напоили люди с большим радостью принимают все то, что их окружает. Они отвыкли уже от тишины. Больше тысячи жителей области вышли на митинг в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Акция состоялась во Владимире в сквере с символическим названием «Патриот». Мероприятие объединило представителей общественных организаций и профобъединения. Открыл митинг глава региона Александр Авдеев. Подробности расскажем прямо сейчас. Сквер «Патриот» – повод для встречи «Восьмая Крымская весна». Под таким названием в историю нашей страны вошли события 2014 года. Тогда Крым и Севастополь официально вернулись в состав России. Тот день Александр Токарчук не забудет никогда. Он сам родом из Крыма. Переехали мы сюда в 1999 году с родителями, но последний раз мы были в 2010 году в Крыму. Очень хотелось бы, конечно, приехать еще туда. У меня там очень много родственников. Тети, дяди и сестры остались. Но пока что, пока нет возможности. Но мы постараемся обязательно вырваться и обязательно постараемся приехать. Во Владимир Александр приехал из Гусь-Хрустального района. Здесь он с сыном вместе следят за событиями последних дней. На митинге семья поддерживает российских солдат, которые сейчас защищают жителей Донбасса. Такое решение приняла и Елена Чапина. Она из Украины и солидарна с решением Путина о спецоперации. Мы защищаем свою территорию, мы защищаем свою родину, свой народ. Это все правильно. Мы не хотим, чтобы на нашу родину посягал какой-то там Запад или еще чего-то, не дай боже. А это все понятно. Мы политику президента поддерживаем. В руках российский триколор, на груди георгиевские ленточки, латинские буквы «З» и «Ви» как символы победы и справедливости. За главные человеческие ценности все участники митинга. Они почтили минуты молчания память российских солдат, погибших при исполнении воинского долга в Украине. Митинг во Владимире собрал больше тысячи человек. Здесь делегации муниципальных образований, представители общественных организаций и профобъединений. Акцию поддержал и глава региона Александр Авдеев. Восемь лет назад Крым и Севастополь избежали страшнейшей трагедии, которая могла накрыть этот полуостров. И сейчас, в это непростое время, когда наши вооруженные силы, когда наши бойцы сражаются за то, чтобы освободить таких же русских по духу, по языку людей. Сразу после митинга стартовала отправка гуманитарной помощи жителям Донбасса. Это второй рейс из нашей области с начала месяца. В грузовике товары первой необходимости. В основном продукты питания около 5 тонн и 4 тонны. Предметы первой необходимости. Средства гигиены. Общий вес груза 9 тонн. Его доставили в Белгородскую область. Оттуда увезли жителям Луганска, Донецка и других освобожденных территорий Украины. Сделать доброе дело может каждый. То, что мы видим по телевизору, это не передает того ужаса, который испытывают люди. Если вы пообщаетесь с ними лично, вы почувствуете всю глубину боли и страха от того, что там происходит. Их буквально с боями отбивали для того, чтобы отвезти в тыл и потом посадить на поезд и доставить к нам. Компания по сбору гуманитарной помощи для жителей Украины продолжается. Людям нужны не только продукты питания и одежда, еще детские товары и лекарства. В регионе работает горячая линия. Обращаться можно круглосуточно по любым вопросам оказания срочной помощи. Игорь Липский, Наталья Забнина и Дмитрий Шаталов. К другим темам. Новый надземный пешеходный переход в Лакинске построят до конца мая этого года. Об этом заявили в Уппордор, Москва, Нижний Новгород. Старый надземный пешеходный переход пострадал в результате ДТП в ноябре прошлого года. Фура задела своим грузом пролетное строение. В результате конструкция упала на проезжую часть. Движение в обе стороны было парализовано. К счастью, тогда никто не пострадал. На строительство нового объекта уже выделены средства из федерального бюджета. К работам дорожники приступят в ближайшее время. Сейчас проведены процедуры, так скажем, претензионные в рамках виновных лиц. Поданы исковые заявления в суд. Выделены федеральные деньги на, так скажем, строительство нового пешеходного перехода. Планируем выполнить эти работы до конца мая месяца. Во Владимире отпраздновали наступление астрономической весны. В этот день планетария отмечает свой международный праздник. Накануне 18.33 солнце перешло из южного полушария в северное. По этому поводу во Владимирском планетарии провели семейный день. Гости праздника любовались на звездное небо и прослушали серию лекций. В фойе планетария были представлены внеземные экспонаты. Космическое питание, выставка метеоритов и макеты искусственных спутников Земли. Для взрослых и детей провели необычный мастер-класс. Для тех, кто любит мастерить, делать что-то своими руками, а также иметь частичку космоса у себя дома, мы пригласили на мастер-класс. Называется он «Космос в банке». Вместе с нашим руководителем Юрием Алексеевичем можно сделать маленький кусочек космоса. Это очень похоже на красочные космические туманности в маленькой баночке, которую можно сохранить на долгое время у себя дома. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Выпуски новостей доступны на нашем сайте, а также на YouTube-канале. Подписывайтесь на обновления, чтобы не пропустить важные новости. А если вам нужна наша помощь, звоните в редакцию по телефону 32-62-33. А я с вами прощаюсь. Следующий выпуск новостей выйдет в эфир ровно в 19.00. Не пропустите. Продолжение следует...